Привет тебе, Магомедович, привет. Здравствуйте, Хасай Магомедович. Я всегда с гордостью смотрю, как ты делаешь свои ролики на своем канале. Ну-ка, сейчас напомни мне, я забываю каждый раз. Алина Алиев. Алина Алиев. Кстати, Хасай Магомедович, сейчас во многих регионах планеты, во многих регионах планеты очень-очень жарко. И у нас в том числе. Поэтому я как раз сейчас сделал минутный ролик про волшебную ложечку. Жара же давит сосуды у всех по-разному, особенно кто метеочувствительный. И вот я его вам скоро покажу. На волшебную ложечку прогревания носа на фоне волны. Насколько это полезно и просто. Именно на той стороне, которая нужна. Ты скажешь, что... Которая теплая. Я там об этом и говорю. Целеустремленно причем. Чтобы было понятно. Конечно, это уже важно. Слушай, я хочу тебе каждый раз, когда я смотрю твой ролик, который ты начинаешь со слов. Прекрасно начинаешь, что... Улыбнитесь, расслабьте плечи. Каждый раз хочу сказать, что для этого нужно сделать. Твой собственный личный прием, который ты для раскрепощения всегда у нас на ликбезах и вебинарах показываешь. Если плечи сразу не расслабляются, что надо сделать. Ну, ты, наверное, это держишь как секрет какой-то. Но ты же все время его рассказываешь. Я поэтому понять не могу, почему ты, когда говоришь, улыбнитесь. Это очень приятно. Расслабьте плечи. И не говоришь эту фразу. Ну что, все знают, что улыбнуться. Надо просто улыбнуться. Расслабить плечи тоже. Ну, хорошо. Для тех, кто не знает и не может, как расслабить плечи, нужно их поднять и бросить раз. А второе, Хасаварий Магомедович, на что вы все время настаиваете. Голову втянуть заодно. Раз, 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 раз. Пару раз. Несколько раз идти по ходу напряжения. Молодец. Пятерку ставите мне. Пятерку. Пять с плюсом. Пять с плюсом. Главное юмор. Твой юмор. И вот там твоя картина. Твоя картина. Это ваш внук. Шамин. В молодости. В молодости. Яблоко есть. Кстати говоря, я сегодня как раз хотел сделать видео, где я хотел сказать, что сейчас очень модно, сейчас очень много специалистов появились, которые рассказывают, что надо есть, как надо есть и так далее. А я путем самонаблюдения установил, что, во-первых, не нужно сахар кушать вообще ни в коем случае. У меня сразу кожа покрывалась, и пацаны покрывались, коровцы. С детства, потому что у меня гиппокита я в детстве перенес, когда мне пять лет было. Золотушка мама говорила. Так вот вопрос в том, что не надо есть сахар, а что надо есть, вот то, что я для себя установил, потрясающе. Видишь кожа чистая? Видишь? Вижу. Вот очки специальные посмотрел. Я тебе говорю, совершенно недавно у меня пятна были после братья, потому что кожа портится от еды. А когда я ем именно зеленое яблоко, то, что у тебя на картине ушамики. Да. Так, так, так. Мне кожа это чисто издавается. Показывается. Вот вам подходит зеленое яблоко. Мне это подходит, лично. Я думаю, мы полезно сейчас с тобой разговариваем. Потому что кто-то тоже понаблюдает за собой, перестанет есть сахар, потому что от него очень много проблем. И будет есть яблоко. Может, кому-то это подходит, может, кому-то нет. Но самонаблюдение поможет сам себе понять. Кстати, знаете, чем я, извиняюсь, касаемо Горицы, чем я заменил сахар? Или, ну, по крайней мере, активно стараюсь заменять, чтобы заменять постоянно. Это мед, естественно. Просто они всегда же в голову приходят. Сладкого хочется. А чем, как бы, чем полезным заменить? Мед и финик. Финик. Ну, тебе мед подходит, а мне нет. У меня крапивница. Да, финики. Там очень много микроэлементов. Они сладкие, они натуральные. Попробуйте финики. Кстати, они очень многих сортов. И если один сорт не подойдет, подойдет другой. Имейте в виду, их много. Разных сортов. Да, надо подобрать. Ну, пришли мне финики из Махачкалы. Это долго будет. Проще вам отправить кого-нибудь в магазин ближайший. Это пришли, конечно. Да, просто вы долго ждать будете. Не надо. Вдруг ты не тот сорт пришлешь. Да, точно. Да, в магазине они продаются. Я понял, я это сделаю. Это не проблема. Слушай, видишь, я хочу написать сегодня картину свою, которая столько лет я ее пишу, размечтался. Видишь, он лежит. Вы ее 10 лет назад уже написали, и все это самое, пишите дальше. Улучшаю, 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 потому что выражение-то не получается. Я хочу это выражение сделать. Причем эта картина сложная, потому что одновременно надо. Что лежишь на диване, мечтаешь, и вспоминаешь, как в детстве лежал на травке зеленой, смотрел на небо и мечтал. И совместить это надо в одной картине. Ты лежишь на диване, что ты лежишь в детстве, смотришь на небо и мечтаешь. Да нельзя так делать, она у вас 20 раз уже была в идеале. А потом вы начинаете дорабатывать, и что-то, естественно, изменяется. А потом вы опять ее начинаете дорабатывать. Вы лучше возьмите другую холст и делайте вариант номер два. Я буду делать, но в этой картине я одновременно хотел, как нога вот так свободно. И там тоже рука будет. Но это будет уже готовое, законченное. Тренируйтесь дальше, то есть развивайте тему эту на другое. А то получается, вы ее все время перерабатываете. Уже 20 вариантов, я видел, законченных одной этой картины. А они же уже уходят, их же уже нету. А так у вас было бы 20 картин, представляете? А я в тему размечтался. А я тогда придумал галерею одной картины. 20 фотографий каждой одной картины. И потом будущие книги опубликовать. А это же картина, как она менялась годами. Галерея одной картины. Ну, надо договориться с издательством, потому что издательство не любит тратить деньги на краски. А они же цветные. А мы же с тобой художники. Причем именитые. Издательство давно понять, кого надо печатать и в каких красках вообще. Чего они такие непонимательные? Или как это сказать? Непонимающие. Ну, вот кто не знает, например, я покажу, кто первый раз сегодня нас смотрит. В этой книге, например, молодцы напечатали. Не только приемы наши, но и картины. Так что, вот, например. Ну да, в этой книге, да, хорошо получилось. «Глазами вселенной». Да, очень хорошая картина. Ну, тут много картин. Тетрадка отдельная туда впечатали. Да. Девочка с фонариком. А вот как художник, художник рисует свою жену. Называется «Рисование в огороде». Вот как он рисует свою жену. Фикарная картина. Маслом, кстати. Вы тогда маслом писали? Я тогда маслом писал, да. Сейчас акрилом хорошим. Олен, тут вот такой вопрос. У нас вебинар с Валентиной Киселевой, с доктором, которая работала в свое время в департаменте здравоохранения в Америке и так далее. Теперь она живет в Петербурге много лет. И вот мы с ней делаем вебинар. Мы с ней прошлое делали вебинар. И я тебя приглашаю туда. Я тебе вход личный подарочный пришлю. Благодарю. Ну, как я всем посылаю и нашим, нашим участникам, почетным посылаю «Школа человека будущего» «Хомофутурус». Бесплатные входы я пошлю. Но для чего я это говорю? Дело в том, что на этом вебинаре Валентина Киселева будет рассказывать о том, как баланс в себе поддерживать. Там будет и про микроэлементы крови, там про биохимию крови. Ну, она очень такая компетентный человек очень. Поэтому я буду говорить о психофизиологической стороне вопроса. Как подбирать действия, чтобы выходить на нулевое состояние. Баланса. С двух сторон. Баланс. Баланс, да. Но я еще добавлю туда нечто такого, чего раньше никогда не говорил. Ни в одном из своих ликбезов бесплатных, ни в одном из своих вебинаров и ни в одной книге не писал. Кое-что добавлю. Что будет фейерверк. Поэтому жди давай. Жди. Дома приветы. И с жарой справляйся. Я недавно выпустил ролик «Жара. Как быть?» Посмотри, если не видел. Давай. И все друзья, кто не подписан на наш канал, YouTube-канал, подпишитесь. И на Telegram наш подпишитесь. И на Олена YouTube-канал подпишитесь. И на мой YouTube-канал подпишитесь. И на Telegram Олена и мой. Потому что мы с разных сторон. У нас же семейные есть секреты. И у Шейлы. Она тоже наша. Шейла. Психолог. Тоже есть секреты. Потому что мы много лет работаем над этим. Когда Олена и Шейла были маленькие совсем, они уже знали, что такое метод-ключ. Я им показывал, как петуха гипнотизировать. Далее. И здесь мы преследуем принципы ключа. Как вы сейчас правильно всем предложили. Делом-то мы одним занимаемся, а кто-то кому-то подойдет лучше и получится эффект быстрее. У каждого стиль подачи. Стиль подачи, ритм подачи. У нас у каждого свой. Так вот, здесь есть ключевой выбор. Правильно, а стиль подачи имеет большое значение. Одно и то же стихотворение, если прочитать немножко по-другому, выглядит по-другому. Кому что подходит. Поэтому смотрите Олена, смотрите Шейлу. Все мы на одной волне, а вместе мы сила. До встречи, друзья. Целую. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok